Следующий пункт – участие в осуществлении Божьего замысла. Участие в Божьей миссии. В своей книге «Драма Писания» Бартоломью и Гохин пишут, «Библия раскрывает Божий замысел по восстановлению творения». Так его можно сформулировать в одном предложении. Это делают Гохин и Бартоломью. По мнению Николаса Рая, это ключевая часть нашей богословской и миссионерской задачи на сегодняшний день. «Изложить историю максимально четко и доступно, дабы на ее фоне все другие истории человечества были развенчаны». Альтернативные истории есть. Это ислам. Это либерально-демократическая глобализация, как драма человеческой истории. Это марксистская теория. Интересно, как можно изложить историю человечества с библейских позиций, так, чтобы все другие были развенчаны. Полагаю, что либерально-демократический вариант развития человеческой истории можно было бы описать слоганом «Жадность – это благо». По-моему, как-то так. Как будто главное – это материальное благополучие. Осмелюсь предположить, что развенчивание иных теорий происхождения истории человечества – дело не индивидуальных попыток отдельных людей, подобных нам с вами. Попыток ясно и убедительно изложить драму Писания. Хотя и это, разумеется, очень важно. Мы призваны благовествовать. Однако многое в этом деле определяется тем, что мы, как тело Христова, должны совокупно являть ту социальную реальность, в которой главные истины и ключевые ценности Писания находили бы свое воплощение. Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Куда яснее, если будете иметь любовь между собою. Но любить так, как возлюбил вас я – любовью, явившей себя в Евангелии. В этом эпистемологическая ценность. Так в итоге о чем же я? А я о том, что экклесиология подчас гораздо важнее, чем мы это осознаем. Понятие тела Христова куда более значимо, чем нам порой это представляется. Здесь, на Западе, мы настолько пропитаны индивидуализмом, что в своих суждениях гораздо чаще исходим из индивидуалистических, а не коллективистских позиций. Поэтому исключительно важно, чтобы люди, не обладающие библейскими и богословскими знаниями, видели в нас совершенно иной мир, иное общество, демонстрирующее иные взаимоотношения. Как мне кажется, поделюсь с вами своими соображениями. Наше благовестие, распространение нами библейского учения о мире и человечестве, должно привести к тому, что те, чьи взгляды сформировались под влиянием модернизма, должны будут сначала поверить в Бога, прежде чем они присоединятся к его народу. Скорее всего, таким людям потребуются доказательства и аргументы. Те же, кто вырос в эпоху постмодернизма, скорее сначала встанут в ряды божьего народа и только потом уверуют в Бога этого народа. Под встанут в ряды, я понимаю, общения с христианами, в компании которых и интересно, и приятно, не потому что они совершенны, а потому что как-то по-особенному относятся друг к другу. Руфь один, конечно же, не об этом. Просто пример из первой главы книги Руфь весьма показателен. Помните, что она сказала на имени, когда та собиралась вернуться в землю обетованную после смерти своих сыновей в земле Моавицкой? Так вот, Руфь Моавицянка сказала, «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Именно в таком порядке. Вот почему я считаю, что и сейчас будут те, кто встанет в ряды божьего народа, прежде чем подлинно уверует в Бога. Но происходит это не в одночасье. Происходит это в результате постепенного знакомства с обществом, которому не оказалось никаких альтернатив. И это играет важную роль в деле развенчивания всех других теорий мироздания, альтернативных драм человеческой истории. Лесли Ньюбиген говорил, что церковь — это герменевтика Евангелия. Тот социальный контекст, в котором прощение — не пустая риторика, а практика. Ценность, воплощенная в жизнь. Следовательно, христианское понимание прощения находит в обществе определенный отклик. Понимаете, о чем я говорю? Примерно это Клайв Льюис, насколько я понял из некоторых его писем, и пытался передать в своих хрониках Нарнии. Хроники — не аллегория как таковая. Это скорее описание социальной реальности общества, построенного на учении ценностей христианства. В связи с этой же темой упомяну и Криса Райта. Вопрос. Одну из проблем я усматриваю в том, что, да, мы как христиане поступаем правильно и несем свое служение, проявляем любовь и заботу к людям, посещаем церковь и служим Богу. Но вот, несмотря на все это, наш Бог и наше Евангелие остаются для людей чем-то невероятным, неприложимым к современным реалиям их жизни. И одну из причин этого я усматриваю в том, что мы недостаточно знаем Писание и, более того, недостаточно точно его преподаем. В результате, драма Писания не ложится на реальную жизнь. И в глазах мира наша добродетель как бы лишена библейской основы, потому что она, эта добродетель, остается малоозвученной или вообще не озвученной никак. Итак, суть вашего наблюдения заключается в том, что общество, служащее воплощением библейского мировоззрения, будет являть миру пример христианских ценностей, любви, заботы. Таково ваше мнение. И все же для мира все это будет выглядеть неубедительно, так? Ну да. Мы, конечно, должны верить и творить добрые дела. И все же для мира наш Бог и наша Евангелие – это что-то из области фантастики. Бог Евангелия кажется им нереальным, сказочным. Кажется, что чего-то не хватает. И с вашей точки зрения, пробел в непосредственном изложении библейской истории, выражении той основы, которой мы руководствуемся в жизни. Поэтому многое из того, что мы говорим и делаем, выглядит как морализаторство. Иначе говоря, если бы мы разворачивали перед людьми полную картину, если бы объясняли им основу для своего мировоззрения, им было бы куда понятнее, откуда в нас эта любовь и забота. То есть проблема в отсутствии должного разъяснения миру библейской картины мира и человечества. Ну что же, на мой взгляд, вы совершенно правы. Внешне все походит на обычную порядочность. Мы просто хорошие люди. Только интересно, со временем… Хотя вернемся к этому позже. Итак, в этом что-то есть. И вижу, многие согласны. Однако следует понимать, что в конце концов люди примут Господа и по-настоящему уверуют в Евангелие благодаря действию Святого Духа. Ведь обращение каждого из нас – это чудо. Во 2 Коринфянам 4 апостол Павел говорит образами первой главы Бытия, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Следовательно, наряду с сотворением, огромным чудом является и наше с вами Возрождение в богословских категориях. Просто некоторые из Возрожденных людей всегда были в принципе людьми порядочными, поэтому их преображение оказалось не столь заметным окружающим. Кто-то, наоборот, подобно Савлу Тарсянину, изменился кардинально, на удивление всем знакомым. Тем не менее, и в первом, и во втором случае Возрождение – это подлинное чудо, как в случае с порядочным человеком, так и в случае со злодеем и преступником. В этой связи вспоминается пример Чака Колсона. Но мы можем это забыть. Мы можем об этом забыть, а также о нужде в Святом Духе. И все же меня интересует вот что. Элтон Трублатт, один из моих любимых философов, евангельский богослов, квакер, высказывает тезис. Итак, Элтон Трублатт, философ, евангельский богослов, квакер, высказывает тезис, который, по-моему, получил название «Цивилизация – сорванный цветок». С 40-х годов прошлого столетия Трублатт в своих работах, начиная с книги «Затруднения современного человека», называет, по крайней мере, Америку цивилизацией сорванный цветок. Что это значит? А это значит, что фундаментальные представления о человеческом достоинстве и ценности сформировались на основе Библии. Мы сотворены по образу Божьему, Христос умер за нас. Однако, чем в меньшей степени эти истины выступают в культуре движущей силой, тем более оторванной от них она становится, превращаясь в сорванный цветок. Какое-то время он все еще будет свисти, но потом, оторванной от корня, он все равно увянет, и лепестки его пожухнут. Так вот, еще в 40-х годах Трублатт заметил, что в американском обществе прогрессивно увеличиваются и проявления насилия и жестокости. Стэнли Хауэрва, специалист по этике, не думаю, что он знаком с работами Трублада, предвидит те времена, когда в США на вопрос, чем отличаются христиане, будет звучать ответ, они не убивают себе подобных и не делают абортов. Вот чем. Если оба автора правы, то мы все еще живем в переходный период видимого цветения христианской благопристойности, в те времена, когда христианское благочестие нетрудно спутать с обычной человеческой порядочностью. Однако, если выдвинутый тезис верен, то грядут времена, когда сорванный цветок просто-напросто увянет, так как основополагающие учения о сотворении, искуплении, образе Божьем, очищении и примирении уже не будут захватывать воображение и оживлять общественное пространство. И вот тогда христиане, как тело Христово, как общность, в еще большей степени станут герменевтикой Евангелия. Вам понятны мои рассуждения? Я ответил на ваш вопрос? Вот как библейский нарратив резюмирует Крис Райт. Вся Библия передает нам историю Божьей миссии и реализации Божьего замысла посредством взаимодействия Божьего народа с Божьим миром ради Божьего творения. Следовательно, мы, как Божий народ, призваны верно и неотступно участвовать по призванию и подводительствам Бога в исполнении Божьего плана, в контексте истории Божьего мира в целях искупления Божьего творения. Наше звание Божьего народа и определяется этой ролью в библейской истории. Это цитата из лекции Гу Хина, которую можно найти в интернете, если у вас есть доступ. Посему, друзья, осуществляя свой культурный мандат с опорой на моральный мандат, а также великое поручение с опорой на все тот же моральный мандат, учитывая все, что я говорил о богоугодной жизни, давайте действовать масштабно, а не локально. Давайте молиться масштабно. Да приедет Царствие Твое. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Ну что же, если вопросов больше нет, тогда перейдем к заключению. Оно на обратной стороне вашего конспекта. Когда вы говорили о дескриптивных, прескриптивных, запрещающих и разрешающих текстах, то я думаю, их надо не просто знать, но и уметь применять в жизни, в разных ситуациях, в том числе и в решении вопроса о продолжении или прекращении действия тех или иных даров Святого Духа. Понятно. Суть вопроса такова. Если поместить текст в контекст всего библейского богословия, что можно сказать по поводу даров Духа? Все ли они присутствуют в наше время? Я вас правильно понял? Да, библейское богословие в этом вопросе играет ключевую роль. Все зависит от того, какого богословского подхода вы придерживаетесь в вопросе об ограниченности действия духовных даров. Позиция тех, кто считает, что действие некоторых духовных даров прекратилось, зависит от понимания ими современного этапа в развитии истории искупления с точки зрения прогрессивного откровения. это тот этап, когда действие отдельных даров ограничивалось только новозаветной эпохой, тех даров, которые были необходимы для созидания церкви и формирования новозаветного канона, то есть канона Писания. Пытаюсь дать вам квинтэссенцию в одном предложении. Или же, как гласит другой подход, нет. Духовная одаренность такова, что Бог продолжает наделять духовными дарами христиан и по сей день. То есть они скорее имеют отношение к жизни тела и его предназначению, чем к вопросу об откровении и его развитии, а также церкви и ее формировании. Разница понятна? Все это определяется тем, как, по вашему мнению, Пятидесятница, а также дары Духа, вписываются в развитие истории искупления. Посему в конечном итоге многое зависит от вашей эсхатологии. Если вы относитесь к тем людям, которые рассматривают современный нам этап, как этап, в котором действие духовных даров прекратилось, тогда и ваши ожидания в отношении церкви и отдельных христиан будут другими. Если же вы полагаете, что духовные дары продолжают действовать, тогда, разумеется, ваша перспектива будет другой. Однако важно понимать, что крайних позиций по этому вопросу придерживаются далеко не многие. иначе говоря, я не знаю ни одного известного христианского писателя или богослова, будь он представителем Пятидесятнической Ассамблеи Божией или, скажем, человеком, подобным Ричарду Гетину, представителю Пресвятрианской Церкви, который считает, что действие даров прекратилось, который строго стоит на крайних позициях. Ведь в духовные дары входит, например, такой дар, как вспоможение, пастырство, учительство, благовестие, и мы считаем, что Бог дает их и по сей день. Известные богословы Пятидесятники и Харизматы также считают, что и дар апостольства сегодня утрачен. Таких апостолов, как Павел и Петр, уже нет. Термин «апостол» они до сих пор используют, но в ином значении. В значении уполномоченного посланника Церкви. Так что даже они считают, что действие отдельных даров прекратилось. Следовательно, вопрос сегодня стоит иначе. Какие дары прекратились, а какими дарами Бог продолжает наделять и сегодня? Поэтому тем, кто отрицает действие даров, я скажу, «Погодите, у меня в Библии есть первое коринфинам». Тем же, кто считает, что все дары продолжают действовать, возражу, «Но в моей Библии есть второе коринфинам». Божья сила совершалась в немощи Павла. Так что, с одной стороны, сохраняйте высокие ожидания, опираясь на первое коринфинам. А с другой стороны, не слишком-то ликуйте, прочтите второе коринфинам. Поскольку должное равновесие, видимо, и достигается тем, что в Библии есть и первое, и второе коринфинам. Ну что же, у вас еще будет курс по Святому Духу, эти вопросы мы будем обсуждать, поэтому сейчас подробности мы опустим. Последний пункт – заключение. Помните, Фредерик Бикнер говорил, «Хорошая книга есть хорошая книга». Так и есть. Несмотря на все разнообразие библейских свидетельств, основной сюжет Библии весьма прост. Бог творит мир, мир уходит от Бога, но Бог возвращает его к утраченной славе. Вот об этом и был наш курс. Я знаю, что эти слова записаны у вас в заключении, но я хочу произнести их, поскольку нас снимают на видео. Мы также отметили, насколько важным является и вывод Стивена Сайкса в его истории искупления. Божий мир – это место действия, основная тема спасения падшего мира и человечества. Сюжет включает в себя сотворение, избрание, воплощение, распятие, воскресение и вознесение. Развязка Страшный суд, рай и ад. И это в ходе курса мы тоже наблюдали. Далее заключение Брайана Ростнера. Итак, библейское богословие можно определить как богословское толкование Писания в и для Церкви. С опорой на исторический литературный контекст, оно нацелено на анализ и синтез библейского учения о Боге и его отношении с миром в терминах самого Писания, исходя из библейского повествования как единого целого и его христоцентричности. Своё понимание я выразил так, собрать и сохранить Божий народ в назначенном Богом месте под Божьей властью, дабы он жил по Божьим законам в присутствии святого и любящего Бога, единой семьёй, общиной Божьих поклонников. В заключении курса призываю вас задуматься вот над чем. Какой же нарратив станет главенствующим в этом мире? Какую историю возникновения и развития мира будем рассказывать мы? Для меня единственной достойной историей будет та, о которой апостол Павел высказался так. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. Второй коррект. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...